такой документ стареющий и сидеющий хозяин планеты земля так они себя считают американские президенты как бонапарты всемирного масштаба вот показать кто в доме хозяин вот я еще раз накажу россия так сказать там 10 б класса он как бы а вы чувствуете на себе абсолютно мы у нас такой маленький лично вы лично вы знаете что единственная страна западного мира визу дают без проблем вот 20 лет ни разу не отказали в визах британия отказывает франция плюс есть определенные у них и единственная страна в мире где мне дали эфир nbc телекомпании ни разу во франции не дали в германии или еще где то в этом смысле не какие то есть такие вот моменты которые могут вызывать какое-то ну может быть положительные отношения но санкции уже были в советское время на поколение знать сто раз нам запрещали завозить новое оборудование они вся европа нам не завозила это было уже все но повторяю введенные санкции у сша напрямую вообще все граждане касаются отдельные граждане там 150 человек и отдельные банки которые просто должны теперь перейти на расчеты через другие каналы то есть прямого экономического эффекта это не имеет но морально конечно это неприятно но с другой стороны это вызывает ненависть к нему все смотрят и думают продолжает из америки указывать всем как жить да еще пытается наказать ирана не наказали ирак за их эмбарго в ираке умерло полтора миллиона населения но в ираке это все-таки далеко а вот нам нам что делать мы как-то можем на это ответить бараку обами или не стоит то есть позиция руководства россии насколько я понимаю в том что не надо размениваться конечно вот украина ввела въезд по загранпаспортам да а мы будем пропускать по загране по простым паспортам по простым я вообще обвел бы без паспорта заезжайте украинцы в россию работать и живите вы знаете у меня есть данные сегодня с одного из пропускных пунктов на границе 5000 украинцев ехала в россию за сегодняшний день и 500 граждан россии только смогли попасть на украину потому что загран паспорта что из-за украины бегут и в россию а с россией родственники хотят навестить никто не хочет ехать жить туда на работу но родственники дети в основном это приграничные районы когда деревню а бывает даже кухню а то испанию пополам разделили голова в россии ноги на украине россии для европы все если мы выйдем они рухнут им не о чем говорить а мы у них не будет плохого парня нет никакой темы когда мы туда пришли в девяностотом году они загибались шла речь о том чтобы может быть им самораспуститься им нечего обсуждать они обсуждали какую-то экологическую проблему в какой-то части европы сейчас уже 15 лет или там же почти 20 лет почти день и ночь они обсуждают и там страх нагоняют права человека все вспоминать все увязано с россией если мы уходим они рушатся рушится и и сколько мы людям дали работу получается до своим существованием ладим вольфе депутаты европейские журналисты ловили службы командировки катаются по всему миру да минскими это его противостояние такого вооруженного конфликт много жертв показал что сценарий киева брюсселя и сша выбить ополчение и восстановить киевские порядки не получится им они мечтали чтобы вся украина стала как киев и львов сейчас нужно что-то другое сейчас они думают как сделать вот отдать все-таки новороссию под москву как часть россии или как отдельное государство и разделить а вот ту западную часть львов сделать натовским государством как словакия и так далее это уйдет на это 15 год и к 16 они поймут что и это не получится и уйдут совсем и тогда вся украина станет как новороссия что своим да я и говорю что это три пути или они выбивают они поняли не получится мы не собираемся их выбивать новороссии и ополчение они сами все сделают вот сейчас пойдет решающий год половину отдать новороссии и южную украину или всю американцы любят деньги сейчас они считают что слишком дорого им будет содержать западную украину как самостоятельно обама сидит у карты карандашом да ноябре 16 когда там победит какой-то президент он с удовольствием забудет про украину он и пойдет на выборы чтобы плевать нам на европу на украину на россию будет заниматься американскими делами с нам не так долго ждать ноябрь шестнадцатый новый семнадцатый год будем встречать в киеве вообще ваше пророчество часто сбывается поэтому я запаски торт надо записывать на 1 января семнадцатого осталось ей нужно 50 миллиардов долларов никто вам не хочет давать ну лучше сдаться уже сейчас чё ждать кому денег украине денег никто не даст миллиардаю два три пять семнадцать но 50 никто не дает нету денег нет экономики нету армии нет государства сдавайтесь хорошенко проигрывает в обоих случаях если мир его сбросят потому что экономики нет все если война тоже если война тоже сбросит но война ему выгоднее ему легче бежать в америку война ополченствует на киев он боится погибнуть оставьте а мирное время ему стыдно покоями надежды не самолет порошенко стоит заведенными моторами в борисполе курс если бы год назад вот сегодня все сегодня идет самолизация украины не только руси на закарпатье донбасс полный распад украинского государства будет 30 40 государств за сами армии и что самое опасное россию с европой и получается что через украину украина ссорит америку с европой то есть америка получила другой результат и она в конце концов бросает эту украину а нам придется наводить порядок оптимист пусть поработает минское соглашение может что-то получится пусть попробуют вести полицейские так сказать какие-то структуры как армию не могут вводить под флагом оон мы не разрешим соед безопасности у нас право вето а вот полицейские структуры могут ввести но они без оружия они ничего не сделают но все кончится чем партизанской войной на этом сгорел наполеон шел сюда до москвы даже москву взял но армия идет вдруг из леса выскакивают денис давыдов и что и там тоже будет денис тоже эшелоны идут с мощнейшей техникой и все под откос города горят станции горят зоя космодемьян да уже в полтаве где все спокойно вроде бы уже создается партизанский отряд там никого нет ни ополченцев не киевских карателей то есть население украины всей восстанет это вот борьба общая общий враг будет запад американцы будут общий враг и иржи до брюсселя не дойдут иржи до твоей любимой праги дойдут